Мы должны соблюдать технику безопасности определенно. Мы строго все ходим ровной кучкой за мной или за начальником цеха сборки, когда вас будут водить по этому цеху. Никаким оборудованием, никаким стеллажам мы не прикасаемся, просто ходим по зонам специально отведенным для того, чтобы там находиться. Хорошо? Ни с кем не разговариваем, не отвлекаем людей от работы, потому что у нас непрерывный рабочий процесс, и это тоже недопустимо. Это? А сама эта часть? Это двигатель. Ну это они вот раскладывают провода, потом заматывают изоленты, ставят всякие дополнительные материалы, и получается уже готовая продукция на автомобильхендайзке. Ну, сама деталь двигателя и как двигался конвейер. Ну, то есть тебе это понравилось? Да, ну, выглядит красиво. Выглядит приятно. Ну, вряд ли. Лично для себя я уже выбрала, куда я пойду дальше. Пойду по стопам своего любимого классного руководителя. Пойду на учителя. Сама вот эта обстановка заводская, как бы, выглядит довольно-таки интересно. Вот эти все станки, оборудование, все. Сама вот проводка, электроника в смысле, ну, в общем плане. Мотивировать к тому, чтобы получить профессию какую-либо там, или же получить специальность, и после этого, ну, работать по ней. То есть, помогает определиться. Для того, чтобы стать вам зрелыми, да, и научиться работать. Действительно, потому что школа и работа – это две кардинально разные вещи. Вы должны это понять. Это совершенно уже другое, и там не будет таких поблажек, которые у вас были раньше. Понимаете, да? Для того, чтобы вам устроиться в жизни хорошо и иметь хорошее светлое будущее, да, но это не формальный подход, это просто так оно и есть. Вам необходимо что-то представлять из себя. Поэтому для того, чтобы устроиться и в администрацию, и в цеха, да, вам просто необходим базовое образование.